В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Вот некоторые темы этого выпуска. Какие пасхальные традиции соблюдают сегодня рязанцы? В городе стартовал фонтанный сезон. Ретроавтомобили смогут увидеть горожане в день пожарной охраны. И учителем года стал преподаватель физики из 17-й школы. Один из главных православных праздников – Пасха или Светлое Христово Воскресенье – всегда приходится на весну. Точная дата каждый год разная и определяется на полу на солнечному календарю и специальным таблицам, которые называются пасхалями. В старину незадолго до полуночи приход Пасхи ознаменовался колокольным перезвоном. Православные христиане стекались в храм, где выстаивали до утра долгую и светлую торжественную службу. Кстати, на Руси обниматься и тройкратно целоваться в эти дни, тем самым разделяя радость воскресенья, можно было с каждым встречным. Раньше на Пасху устраивались широкие гуляния. Песни, танцы, хороводы не смолкали до полуночи. Какие традиции соблюдают сегодня рязанцы, узнавала Марина Комиссарова. Сейчас традиции немного трансформировались под влиянием времени, но люди все так же готовятся к празднику и ждут Светлого Христового Воскресения. Яички купим, красить будем, красим луковой шелухой. Ой, приготовилась уже, все, и яички покрасила, кулич купила, творог сделала, все сделала, все приготовила, все убрала, все помыла. А почему нас любят так праздники? Да я не знаю, мы с детства воспитаны так. Мне 81 год, мы с детства воспитаны, праздник, Пасха. Вроде так и надо, убираемся, моемся. Выбираем кулич, сходили пасту купили, значит, вечером все приготовить. Дождь придет, приготовить, пойдет посвятить. И первого числа будем разговариваться. Вы постились даже, да? Да, не осень поселить, потому что здоровье не позволяет. А так немножко, по мере возможности, поменьше употребляю мяса, жиры, а побольше, там, крупу, овсянку. Покупаем яйца, красим их. Куличи печем. Куличи печем. Сами печете? Да. То есть не покупаете? А как думаете, почему у нас в стране открыт этот праздник? Потому что мы православные все. Очень хорошо развита религия. Да. Послезавтра соберемся все. На кладбище мы не ходим, мы ходим на радовницу. А так куличи, яйца крашеные, дети помогают красить, красивое делают. Ну и вспоминаем родственников. Куличи самостоятельно пекут теперь немногие. Ведь можно купить праздничное блюдо на любой вкус. А наши куличи готовят жидко. А рецепт особенный, не особенный. Мы ей не выпекаем. Скорее всего, у каждой организации свои рецепты. И он особенный. На пасхальной ярмарке предлагаются самые необходимые в Пасху продукты. Яйца, куличи и молочная продукция. В основном творог. Ярмарка проходит с 28 по 29 апреля на Площади Победы. Работает она в течение всего дня с 9 до 18 часов. Чернобыль. Во всем мире название этого небольшого украинского города вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС по выбросу радионуклидов, равноценно 50 сброшенных Хиросиму атомным бомбам, нанес жестокий удар по судьбам миллионов людей. В Рязани прошла церемония у памятного знака участникам ликвидации традиционных и техногенных катастроф. В этом году исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. После трагедии из опасной зоны было эвакуировано более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 600 тысяч человек. Среди них было и 2,5 тысячи наших земляков. 900 из них уже ушли из жизни. Многие стали инвалидами. Наши ребята уже стояли в это время у открытого реактора и ценой своего здоровья, ценой своей жизни защитили нас. Нас даже в том числе. И сохранили жизнь многим людям. Последствия аварии были тяжелыми для всего населения Советского Союза. Радиацией оказались загрязнены многие регионы Украины, Республики Беларусь, западные части нашей страны. В Рязанской области в зону с ольготным социально-экономическим статусом вошли в то время 19 районов с населением 180 тысяч человек. В дни 30-летия катастрофы памятные стеллы чернобыльцам открываются в Спас-Клепиках и Ряжске. Они станут еще одним напоминанием о доблести тех, кто ликвидировал аварию. Памятные стеллы – это не праздничные. Это в наседании людям, живущим и будущим поколениям, что с атомом служить, шутить нельзя. Память тех, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия катастрофы, собравшиеся почти льминутой молчания. К памятнику легли живые цветы. Продолжатся памятные мероприятия в областном центре панихидой. Ветеранам-чернобыльцам вручат награды. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь со стороны государства. По одним из данных с 1991 по 2015 год на ликвидацию катастрофы с федеральным бюджетом было направлено практически 10 миллиардов рублей. Эта работа должна продолжаться. На территории Рязанской области правительством Рязанской области предпринимаются исчерпывающие меры для того, чтобы поддерживать ликвидаторов и приравненных к ним лиц. Последствия трагедии не только социально-экономические, экологические, но и духовные ощущаются до сих пор. И эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. Есть в нашем городе такие места, мимо которых рязанцы ежедневно проходят по нескольку раз. Но предзначения которых не знают или не задумываются. К примеру, жители Дашково-Песочни знают, почему уже несколько лет в одном из дворов пустует огороженная высоким забором площадка. Таинственный участок предназначен для детей-инвалидов. Подробности в следующем материале. 300 квадратных метров огороженного забором пустыря на окраине Дашково-Песочни. За алюминиевыми листами лишь бурьян. Активисты Общероссийского народного фронта задались вопросом, что это за место. И как выяснилось, еще в 2011 году объект был поставлен на кадастровый учет, как оздоровительная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка совершенно в заброшенном состоянии. Никаких работ не ведется. Но отсюда возникает вопрос, выделялись ли бюджетные средства для организации этой площадки. Почему такая площадка организована на окраине города. Эта площадка удалена от школ и детских садов. Тем не менее, если она числится как специальное место, где дети с ограниченными возможностями здоровья вне своего дома хоть ненадолго смогли бы почувствовать себя комфортно. Почему она уже 5 лет зарастает травой? И дело не в том, что у нас мало таких детей. Просто город для них не приспособлен. Здесь нет возможности нормально перемещаться и вести полноценный образ жизни. Зато есть такие удручающие места, как некий ответ на вопрос, знает ли город вообще о жизни этих детей. Открытие сезона фонтанов еще больше подтверждает приближение лета. Так первым заработал фонтан на площади Победы. Также на неделе на улицах Рязани запустили еще три на площади Лениной на Театральной. Когда фонтаны заработают на полную мощность, один раз в месяц их будут включать для профилактики и очистки. На открытие одного из украшений города побывала Анна Герцовская. Красивейший фонтан на площади Театральной ожил солнечным утром после зимнего сна. Перед этим он прошел процесс подготовки и очистки и в дальнейшем будет обслуживаться еженедельно по четкому расписанию на протяжении всего периода работы, как и остальные пять фонтанов Рязани. Работу будет осуществлять Дирекция благоустройства города. Сейчас это учреждение ведет подготовку к запуску и других фонтанов, расположенных в Рязани. Все они заработают до начала мая. У нас сейчас незапущенными остается два фонтана. Это на Соборной и возле кинотеатра Москва. Работы профилактически на них заканчиваются. И оба фонтана будут запущены завтра. На Соборной фонтан еще необходима дополнительная очистка. Завтра с утра он поставлен будет на заполнение. На заполнение уйдет 2,5-3 часа. И где-то к середине дня он уже будет работать. На фонтане возле кинотеатра Москва, возле Георгия Победоносца, чаша фонтана более глубокая. Насосы будут подготовлены к запуску уже сегодня. Закачка будет происходить всю ночь. Заполнение фонтана где-то уйдет 12-14 часов. И также завтра где-то к обеду, к 12 часам дня фонтан заработает. Кроме этих фонтанов есть, конечно, в нашем городе и совсем заброшенные сооружения. Например, на площади перед ремонтирующимся городским цирком. Как пояснили нашему телеканалу, этот фонтан все-таки в скором времени планирует оживить. И люди смогут наслаждаться его красотой вместо этих руин. В настоящее время готовится к открытию наш городской Рязанский цирк. И, безусловно, администрация города, глава администрации города рассматривает вопрос либо реконструкции, либо восстановления фонтана возле непосредственно цирка. Так что с открытием от реставрированного цирка горожане смогут увидеть такую же красивую картину перед ним, как и перед драматическим театром. Ведь этот фонтан, помимо того, что украшает площадь, еще и производит сильное впечатление своим разнообразием струящейся воды. 30 апреля, в День пожарной охраны, в Рязани состоится автопробег и выставка пожарно-спасательной техники. В состав колонны войдут не только современные образцы, но и ретроавтомобили. Они проедут от Рязанского управления МЧС по улицам города. Подробнее Роман Ворецков. 30 апреля по всей стране отмечается День пожарной охраны. Праздник был установлен в 1649 году, после того, как в Москве приняли закон о людском благочении и притушении пожаров. В этом году отмечается 367-я годовщина пожарной охраны. В честь этого праздника в Рязани пройдет автопробег пожарной техники. По улицам города, начиная с 10 часов утра, пройдут не только современные образцы противопожарной техники, но и ретроавтомобиль ГАЗ-АА. Первый автомобиль такого типа сошел с конвейера Московского завода противопожарных машин номер 6 в 1933 году. В кузове автомобиля находился бак, оттек для спецоборудования, трехступенчатая пожарная лестница и другие средства борьбы с пожарами. Однако имя автомобиль получил лишь в 1941 году. Пожарная машина ГАЗ, модель номер 1. Сегодня же в преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России Призанской области награждали отличившихся огнеборцев. Поздравлял ветеранов пожарной службы вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Желаю вам дальнейших успехов в деле служения нашему любимому Отечеству и успехов в продолжении славных традиций пожарной охраны Рязанской области. А традиции простые – приходить первыми на помощь и спасать человеческие жизни. Желаю вам личных успехов, здоровья, счастья, семейного благополучия и накануне Дня Великой Победы желаю всем мира. Служба в пожарной охране является одной из самых трудных как в моральном плане, так и в физическом. Огромное количество пожарных каждый день спасают чужие жизни, иногда во время своим. Нужно помнить и придавать огласки каждой из этих подвигов. В Рязани в пятницу горела крыша здания рядом с рестораном «Былина». В результате возгорания огнем повреждено 6 квадратных метров кровли здания. На пожары никто не пострадал. На ликвидации возгорания работали 5 пожарных машин и 12 человек личного состава. В этом же районе города не так давно горела крыша Рязанского цирка. Кровля ресторана «Былина» загорелась около 11 часов утра. Пламя заметили сотрудники, которые вызвали пожарных. В 11 часов 20 минут на ЦПС главного управления поступило сообщение о загорании на кровле ресторана «Былина». По прибытию пожарных подразделений с закрытым пламенем горела кровля на площади 5 метров квадратных. На пожаре работало 5 единиц техники. Автолестница и 17 человек личного состава. В 11 часов 39 минут пожар ликвидирован. Персонал ресторана эвакуировали, пострадавших нет. Нет угрозы и близлежащим зданиям. Имущество заведения тоже в порядке, кроме кровли, которую теперь придется заменять. Причину возгорания пока не установили. День пожарной охраны у нас 30 апреля, то бишь завтра. В этот день приходится работать. Сейчас у нас очень много вызовов, потому что в связи с сухой, жаркой погодой очустились случаи загорания травы, также бесхозных строений. Поэтому приходится выезжать и в день пожарной охраны в том числе. Единственным препятствием для работы сотрудников МЧС стали припаркованные на тротуаре автомобили, которые мешали заправке пожарного гидранта. Актуальные вопросы вознабжения в городе и области обсудили на очередном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора, которая состоялась на неделе. Подробнее в следующем материале. О роли водного фактора в передаче инфекционных заболеваний в качестве открытия заседания доложила заместитель начальника эпидемиологического надзора Татьяна Колесенкова. Она пояснила, насколько опасны инфекции вирусы, которые передаются посредством воды, питьевой и водопроводной. Главное, самой опасной характеристикой такой инфекции является массовое очаговое заболевание, потому что воду с переносчиком употребляет сразу большое количество людей. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в настоящее время является серьезной проблемой. Это обусловлено многими причинами и в первую очередь интенсивным загрязнением водоисточников, что формирует дефицит воды питьевого качества. Проблема эпидемиологической опасности актуальна для всех регионов России, так как многие водоисточники на территории страны не отвечают вегеническим требованиям. Давно отмечилась связь между заболеваемостью населения и характером водопотребления. Еще в древности были известны некоторые признаки воды, опасные для здоровья. Среди наиболее распространенных инфекций, которые передаются через воду, большое количество кишечных и энтеровирусных инфекций. Возможно заражение брюшным тифом. Особенно опасно попадание в воду возбудителя гепатита А. К важным вопросам, поднятым на заседание, относился вопрос о санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения на территории области по итогам реализации федерального закона о водоснабжении и водоотведении. В 2015 году по сравнению с 2014 годом в целом по области санитарно-техническое состояние подземных источников централизованного водоснабжения и хозяйственный пятивыход проводов улучшилось. В 2015 году удельный вес подземных источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным нормам, составил 4,7%. В 2014 году 5,1%. Из отсутствия зон санитарной охраны 2,2%. В 2014 году данный показатель был 4,9%. Удельный вес хозяйственных пятивых водопроводов, не соответствующих санитарным нормам, уменьшился с 64% в 2014 году до 5,6% в 2015 году. Правильно организованное водоснабжение – залог поставки населению качественной питьевой воды, что является в свою очередь основной мерой, поддерживающей здоровье граждан. Выявлять нарушения среди приехавших в регион иностранных граждан – это постоянная практика рязанских полицейских. Очередной рейд по просечению нарушения закона о миграции полицейские провели в Рыбновском районе. С началом весеннелетнего сезона в регионе увеличивается количество иностранных граждан, прибывающих на работу. Естественно, многие из них прибывают в регион нелегально. За первые три месяца рязанские полицейские выявили 359 таких нарушителей. По итогам первого квартала орган внутренних дел выявлено свыше 800 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Из них только 359 – миграционной направленности. Также сотрудники правоохранительных органов предупреждают и информируют население об уголовной ответственности за прием на работу иностранных граждан, которые проживают в регионе нелегально. Ежедневно полиция проводит мероприятия по выявлению так называемых резиновых квартир и домов. Сотрудниками органов внутренних дел по Рыбновску району проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение миграционного законодательства страны иностранных граждан. В ходе мероприятия задержано 12 иностранных граждан. Из них два человека находились на территории региона с нарушением миграционных правил. При проверке указанных лиц, доставленных в отдел, было установлено, что ряд из этих граждан были фиктивно зарегистрированы на территории Рыбновского района. В отношении местного жителя решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. С трудом верится в то, что нарушители не знают закон. Чаще как раз наоборот. Идут ва-банк, наивно полагая, что их такие проверки не коснутся. На территории Рязанской области активизировалась жизнедеятельность клещей. С 1 по 18 апреля этого года в медицинские организации Рязанской области обратились 28 человек. Они уже пострадали от укусов клещей. Так, по сравнению с этим же периодом прошлого года, количество обратившихся увеличилось в 5 раз. Подробности узнаете из следующего сюжета. Как показывают многолетние наблюдения и исследования, клещевой вирус-то энцефалит на территории области в последнее время не регистрируется. Поэтому вакцинация в плановом порядке не проводится. В советское время укусы клещей были явлением нечастым. Это было связано со стремительным ростом сельского хозяйства. На громых территориях высаживалось множество сельскохозяйственных культур, где клещи чувствовали себя в своей тарелке. Теперь же насекомым после спячки нужно искать питание в других местах и находят его, как правило, в городе. В этом году на текущий период по сравнению с прошлым годом количество укусов увеличилось в 5 раз. Но тем не менее, клещи могут передавать ряд инфекционных заболеваний. Самый страшный и опасный – это клещевой энцефалит. Эта инфекция, к счастью, у нас на территории Рязанской области нет. Мы не эндемичны по этой территории. Но такая инфекция, как клещевой барлиоз, болезнь Лайма, она регистрируется у нас ежегодно. В прошлом году 60 человек перепалили данные инфекции, в том числе больше 10 детей. Укусы клещей зарегистрированы в населенных пунктах Клепиковского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского районов, населенных пунктах Мирной, Семчина, Галенчина. Поэтому, отправляясь на природу, не следует забывать о соблюдении правил поведения на опасной в отношении клещей территории. Носить специальную защитную одежду или носить одежду таким образом, чтобы не допустить заползания клеща на тело. Следует помнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать делать заблаговременно в море. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года» прошел в Рязани. В нем приняли участие 26 педагогов. Среди участников были как сельские учителя, так и городские. Победителем областного этапа конкурса стала учитель физики школы номер 17. С ней пообщалась Анна Герцовская. За время подготовки к региональному этапу конкурса «Учитель года России-2016» ни один из уроков, которые проводила Любовь Викторовна Голикова, в своей школе не пострадал. Она смогла найти время и на своих родных учеников, и выступить на этапах конкурса в других школах. Наверное, в этом конкурсе самый сложный и самый интересный этап – это всегда урок, который ты даешь на чужих детях. Он одновременно является очень трудным, потому что детей ты видишь первый раз. Неизвестно, как они на тебя отреагируют. Воспримут, не воспримут, поймут, полюбят. А здесь же важно почувствовать, чтобы у нас с ними завязался контакт. В то же время это очень интересно, потому что всегда, когда выходишь на другой коллектив, это совсем другая работа. Другие дети, кажется, свои дети уже такие родные, замечательные, а здесь другие дети. И когда другие дети идут к тебе навстречу, когда они тебе открываются, это очень приятно, это очень здорово. То, что мы нашли с ними контакт. Помимо того, что Любовь Голикова является учителем физики, она занимает должность классного руководителя этих детей, которые за годы общения с ней начали считать ее своей второй мамой. Вообще, я не думал, что люди могут так привязываться к своим учителям, потому что это вторая мама. Она прощает вообще все. Все, что бы мы ни делали, все прощает. И помогает нам найти верный путь и идти по нему. А вот как ученики оценивают качество предлагаемых им знаний по физике. В этой школе, на самом деле, благодаря нашему учителю, она проходит очень интересно. На уроках мы не скучаем, постоянно происходят какие-то новые эксперименты, которые придумывает сама Любовь Викторовна. Они помогают нам, то есть получше понять физику и вникнуть в нее. Никогда не знаешь, во что тебе попадет, поэтому все может быть. Но с Львой Викторовной, она преподает так физику, что ты уверен, что ты сдашь по-любому. Вот именно такое отношение детей и является лучшим подтверждением статуса учителя года. Если честно, наверное, к таким конкурсам готовится всю жизнь. То есть нельзя к нему взять и подготовиться за месяц. Ты работаешь, и ты готовишься к этому конкурсу. Большой акцент Любовь Голикова старается делать и на объединение детей. На то, чтобы организовать не только рабочую, но и дружескую атмосферу. Недавно мы ходили в боулинг всем классам. И это очень сильно сплачивает. Как это вы так решили? Сами? Да, сами и не без помощи, Льва Викторовна. Ученики также помогают своей учительнице, поддерживают ее на всех этапах конкурса. Ведь чтобы завоевать титул учитель года, нужно потратить много усилий. С поддержкой она чувствует себя более уверенно. И по словам ее дочери, которая также учится в этом классе, Любовь Голикова большой профессионал. Она старается не поддаваться переживаниям. Я вижу, даже во время съемок, получается, ей удержать равновесие. Все на самом деле решают задачи, все серьезные. Как она, как у нее получается? Почему ты думаешь, ты же вот ее ближе, значит? Я не знаю, она не какой-то в нас нестежене нам привыкла, может быть. Она никогда не волнуется почти. Остается пожелать лучшему учителю года дальнейших профессиональных успехов и таких же благодарных учеников. Мы будем следить за развитием событий на следующем этапе конкурса «Учитель года России-2016». В Центральной России на этой неделе, как говорят, будет неустойчиво переменьшивая погода. То солнце, то кратковременные дожди. Вот такой сюрприз для нас приготовила природа на долгожданные майские праздники. Подробнее Наталья Новикова. Погода не порадует жителей нашего города теплом в первую часть майских праздников. По закону подлости все дни с 1 по 4 мая, скорее всего, будут пасмурными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России. При этом, несмотря на дождь и отсутствие солнца, на протяжении всех первомайских дней сохранится довольно высокая температура воздуха. Так, 1 мая столбик термометра поднимется до 18 градусов, 2 мая будет плюс 20, 3 мая ожидается около 17 градусов тепла. С 4 мая температура начнет падать, но не сильно. Синоптики ожидают в этот и следующие дни около 15 градусов тепла. Ночью будут тоже достаточно теплыми. Столбики термометров будут подниматься до 10 градусной отметки. И только 5 мая метеорологи предрекают короткую передышку в череде пасмурных и дождливых дней. Выглянет солнцем, насадков не будет. Правда, уже с 6 мая они зарядят снова. В общем, шашлыки и огороды придется как-то совмещать с дождем. Зато от такого обилия осадков природа зазеленеет и расцветет еще быстрее. И уже с первыми лучами солнца наступит настоящая красочная весна с распустившимися тюльпанами, цветущими деревьями и сочной травой. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам праздников и выходных в любую погоду. Субтитры создавал DimaTorzok